С главными событиями к этому часу в студии телеканала «Север» Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Общество с ограниченной ответственностью опора, подрядчик, выполняющий работы по реконструкции улиц и авиаторов, отстает от графика почти на месяц. Отставанием от строка, сдача в эксплуатацию дорожного объекта, а также качеством работ региональной власти недовольны. Яндекс.Лицей. Второй год обучения. В этом году заявки на обучение подавали 49 человек. Проходной балл получили 23 из них. А по итогам собеседования зачислены в лицее 17 юных программистов. 2 октября – Международный день улыбки. В Ненецком округе есть своя фирменная улыбка. Это Народный театр, который на протяжении 20 лет радует зрителей яркими премьерами. Об этих и других событиях расскажем в ближайшие 20 минут. Глава региона Юрий Бездудный раскритиковал работу подрядчика, который занимается реконструкцией дороги по улице авиаторов. Он категорически запретил мэрии принимать работы, пока подрядчик не устранит все замечания. Подробнее расскажет Александра Литкова. Согласно муниципальному контракту, реконструкция дороги по улице авиаторов должна была завершиться 1 сентября текущего года. Сейчас подрядчик общества с ограниченной ответственностью «Опора» работает в режиме штрафных санкций, так как ведет работы с отставанием от графика почти на месяц. Контракт должен быть закончен 1 сентября, сейчас уже с октября. Основное полотно, как вы видите, положили. Осталось доделать съезды с дороги, заменить щебень, вернее, грунт у спусков на щебень. В общем, процесс идет. Контракт с подрядной организацией был заключен прошлым летом. Стоимость работ почти 80 миллионов рублей. Средства выделены из окружного бюджета и городской казны. Реконструкция дороги проводится в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Большая часть работ уже выполнена. Однако их качество оставляет желать лучшего. Я категорически запрещаю принимать такие работы. То есть, ну, нас не поймут жители просто, если мы примем такой асфальт. Во-первых, они укладывали его, дождались того момента, когда пошел дождь. То есть, пока была солнечная погода, у них не было настроения укатывать асфальт. А как только пошел дождь, ливень, они стали укладывать этот асфальт. Что получили в итоге? Это не асфальт. Такие работы принимать нельзя. Поэтому вызывайте подрядчика и сразу обозначайте все наши замечания. Кроме некачественного асфальта, местных жителей волнует расположение 24-х дренажных колодцев. По их мнению, из-за такого планирования тротуар местами заужен и резко обрывается. Что может привести к травмам как пешеходов, так и велосипедистов. Осенью, видимость, очень плохая. Сколько школьников у нас возвращается и идут в школу? А сейчас зима будет, и будет очень травматична эта ситуация. Строители объясняют такое расположение наличием газопровода, который в проекте не был учтен. Подрядная организация предложила закрыть данные участки листами железа после согласования с заказчиком. При этом стоимость контракта может быть увеличена. Точной даты установки плит в организации не назвали. Это сделано из-за того, что был кривой сделан проект, не учтен газопровод и изменения в плане, это не по нашей прихоти сделано. Надо это все дело согласовать, укрести и на какие средства это будет сделано. Все-таки цена утвержденная и выше не может быть. Что-то где-то уменьшится и заменится на это, на вот эти изменения. С рабочей инспекцией на объекте побывал экс-спикер городского совета депутатов, ныне сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев, а также представители регионального отделения партии «Единая Россия», курирующие реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Как стало известно, окончательно сдать объект в эксплуатацию подрядная организация намерена не позднее 30 октября. Александра Литкова, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С приближением зимнего времени года на улицах города становится все холоднее. Ветра и осадки особенно донимают тех, кто ожидает рейсовых автобусов под открытым небом. Этой осенью горожане столкнулись с тем, что автобусные павильоны демонтировали из-за укладки пешеходной зоны от Нарьинмара до поселка Искателей. Но на прежние места остановки пока не установили. А ведь начался сезон дождей, и людям попросту некуда спрятаться от непогоды. В региональном департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта сообщили, что из-за пандемии коронавируса завод-производитель приостановил работу. Поэтому сроки изготовления и доставки в округ автобусных павильонов сдвинулись. Их ожидают лишь на следующей неделе. Подрядчик давать комментарии по этому поводу отказался. В Ненецком аграрно-экономическом техникуме в торжественной обстановке вручили сертификаты учащимся первого набора Яндекс.Лицея. А также назвали именно тех, кто только приступит к обучению. Подробнее в материале Александры Литковой. Курсы по программированию для школьников 8-9 классов от одной из крупнейших IT-компаний страны впервые стартовали в регионе в прошлом году. Тогда была набрана группа из 30 школьников. Ко второму году обучения в силу различных обстоятельств были допущены 16. Среди них Мервед Джалилов. Это не очень сложно. Самое главное – это иметь желание. Если у вас нет желания, то лучше не заниматься этим делом, лучше заниматься тем, что вам нравится. Но если учиться и слушать все, что говорит учитель, это несложно на самом деле. 11-классник уже решил, что после окончания школы будет заниматься программированием. Я научусь делать различного рода программы. То есть это начиная от веб-программ, заканчивая обычными приложениями. Это поможет мне устроиться на работу хорошую. Это поможет мне учиться в ВУЗе. И если даже у меня ничего не получится с ВУЗом и работой, я смогу сидеть дома и из дома работать и помогать другим людям. В этом году заявки на обучение подавали 49 человек. Проходной балл получили 23 из них. А по итогам собеседования зачислены были в Яндекс.Лицее 17 юных программистов. Марина Елисеева учится в седьмом классе. Но в этом году решила поучаствовать во дворочных этапах на зачисление в лицей. Было сложное. Некоторые задания у меня не получилось решить. Некоторые я решила. То есть у меня было страшно. Вдруг не получится, вдруг не получится. Я очень сильно волновалась. Я бы хотела научиться создавать сайты, приложения. Насчет приложений у меня даже есть некоторые задумки, которые можно будет осуществить в будущем. И я бы, наверное, хотела больше узнать в этой сфере. Будет интересно. После прохождения трех отборочных этапов Марина была зачислена в лицей, несмотря на юный возраст. В данном случае исключение. Действительно, у нас впервые семья-классница. Мы созвонились с главным менеджером проекта Яндекс.Лицей и нам разрешили. Данная школьница показала очень высокий результат при прохождении первого тура. И на втором туре тоже показала свое уже вот такое вот желание обучиться в этом языку программирования. И показала, что действительно она сама решала задачи, разбирается хорошо в этом. И, соответственно, получила высокие баллы. На мероприятии лицеистам второго набора представили их педагогов и руководители проекта. А также рассказали обо всех возможностях и преимуществах обучения. Напомню, Яндекс.Лицей – это нестандартный образовательный проект по обучению школьников программированию на языке Пейтон. На сегодняшний день это один из самых популярных языков в мире. Учебная программа рассчитана на два года. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». «Памяти земляков». В свет вышла книга памяти и славы Канинского сельсовета. Первые экземпляры были переданы в школьной библиотеке Ненинского округа. Издание вышло ограниченным тиражом – 500 экземпляров. Помогли издать книгу региональное отделение партии «Единая Россия» и фонд поддержки регионального сотрудничества и развития компании «Лукоил Коми». Подготовка этой книги велась не один год. Шла работа с военными комиссариатами, с архивами. Автор книги памяти и славы Канинского сельсовета Надежда Мясникова по телефону рассказывает о том, как создавался этот бесценный труд. В прошлом заведующая сельской библиотекой, а сейчас пенсионерка, на презентацию книги приехать не смогла. За столом в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева все те, благодаря кому книга увидела свет. На почетном месте среди приглашенных коренной житель села Несь Леонид Кисляков. Память их, конечно, священна и вечно, и бессмертна. Уже давно в селе Несь стоит памятник в честь погибших. На этот памятник в свое время было установлено не только сам памятник стоит, но и колокол бывшей, действовавшей Невской церкви, она и сейчас стоит там на месте. Так что, когда 9 мая проводят митинги и мероприятия торжественные, колокол звонит. В книге собраны документы и фотографии жителей Канинского сельсовета, участников Великой Отечественной войны. Очень хорошее издание получилось, и мы привлекли к этой работе как региональное отделение, так и наших членов партии. Откликнулись индивидуально, депутаты. И очень важно о том, что связь времен. То есть откликнулись те люди, отцы которых были призваны на фронт с НИСИ. Сергей Коткин, депутат Государственной Думы, один из тех, кто поддержал инициативу по изданию этой книги. Его отец, уроженец села НИСИ, воевал на фронтах до самой победы. Низкий поклон всем организаторам, тем, кто это сделал. Это великая работа, особенно нынче, когда мы видим на всех буквально уровнях власти наших уважаемых европейских, государств друзей, в кавычках, которые сегодня пытаются исковеркать историю нашего Отечества. Так вот, вот эти люди, которые это всё издали, вот наши отцы, наши дети, внуки, правнуки, видя эту книгу, держая её в руках, мы никогда не позволим никому измываться над нашей историей. Краеведы и просто неравнодушные люди собирали данные о своих героических земляках буквально по крупицам. Среди материалов, которые вошли в книгу, есть уникальные письма и фотографии. То, что мы сегодня с вами все вместе делаем, это лишь маленькая толика того, что должно быть сделано, что мы сохраняли эту память, берегли эту память и защищали эту память. Я думаю, все вместе, если мы будем работать так, как нам завещали наши отцы и деды, прадеды, так оно и будет. Издать книгу удалось благодаря спонсорской поддержке регионального отделения политической партии «Единая Россия». Компания «Лукоил Коми» и Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Часть книг передана в школьные библиотеки Ненецкого округа. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». В период с 21 по 29 сентября в Ненецком округе зарегистрировано 10 фактов хищения денежных средств, совершенных бесконтактным способом. Об этом сообщает ОМВД России по Ненецкому округу. Один из самых распространенных видов телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят с номеров, начинающихся на цифры 495 или 499, представляются сотрудниками банка и сообщают, что со счета владельца карты пытаются списать денежные средства. Доверчивые граждане сообщают свои данные и тем самым помогают совершить преступление. В данном случае жителям округа необходимо более настороженно относиться к данным звонкам, ни в коем случае не проводить те операции, которые просят провести злоумышленники, и обратиться в ближайшее отделение банка. Если нет возможности дойти до отделения, то шпить звонок по номеру горячей линии и сообщить о случившемся. С каждым годом количество случаев телефонных и интернет-преступлений возрастает. Раскрыть их и вернуть денежные средства практически невозможно. Поэтому сотрудники ОМВД России по Ненецкому округу напоминают, что владельцам карт нужно быть бдительнее и никому не сообщать свои личные данные. Сегодня, в первую пятницу октября, во многих странах мира отмечают День улыбки. Неформальный праздник существует с 1999 года. Его символом стал ярко-желтый смайлик, который в 1963 году придумал американский иллюстратор Харви Белл. Девизом дня являются слова «Сделай доброе дело, помоги появиться хотя бы одной улыбке». В Ненецком округе есть своя фирменная улыбка. Это народный театр, который на протяжении 20 лет радует зрителей яркими премьерами. Наша съемочная группа не раз была в числе зрителей. И, к сожалению, из-за коронавируса сейчас спектакли не идут. Но Любови Пермяковой удалось найти в архиве самые яркие его премьеры. Ну ничего, я их прискруню и начну с этого старого бездельника. Где же он? Господин Меликан, вот, дорогие, а я вас искала. Это на первый взгляд кажется парадоксальным. Но театр в аграрно-экономическом техникуме появился в те времена, когда педколлективу было совсем не до улыбок. В дефицитные 90-е годы прошлого столетия, которые характеризовались хроническим недофинансированием всего, педагог Людмила Макаровна Коткина предложила создать небольшую студию. Сегодня с каждым годом желающих окунуться в творчество вместе с улыбкой становится больше. Ведь более чем за 20 лет своего существования он смог обрести преданных зрителей. Посмотрите на себя. Боже, на кого вы похожи? Ах, как быстро ведет время. Да, 40 лет. А ведь я вспоминаю, как сейчас. Вы были тогда маленькая, пухленькая, ну, словно поросеночек. И вот поросеночек рос-рос, 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 и выросла такая большая на свинечке. Святая женщина. На сцене идет спектакль «Мистер Икс». Роль исполняют студенты и работники техникума. В роли хозяйки ресторана «Зеленый попугай» выступает преподаватель Анна Сыровенко. Метродотеля Пеликана блистательно играет Александр Найда. Происходящее на сцене действие завораживает с первых минут. И невольно забываешь, что перед тобой не профессиональные актеры, а обычные юноши и девушки. Продумано и оточено все до совершенства. До этого и не мудрено. Репетиции проходят практически ежедневно. Руководить театром на протяжении нескольких лет талантливейший педагог Наталья Могильницкая. Это человек, который смог сделать из любительского театра «Народный». Мы очень рады видеть наших друзей здесь, наших выпускников, наших театралов, которые принимали участие здесь в деятельности нашего театра. И то, что мы сегодня имеем, это их тоже заслуга. Я очень рада, что вы пришли. Я очень рада, что у нас есть любители театрального искусства. Я всегда говорю о том, что театр – это элитарное искусство. И вот я хочу сказать, что в Наринмане эта элита есть. Я вас поздравляю с этим. Богатому репертуару «Улыбки» позавидовал бы и столичный театр. Десятки классических произведений отечественных и зарубежных авторов. Шиллера, Мольера, Тефи, Чехова, Толстого, Пушкина и Гоголя, Акунина и Булгакова. Есть в творческом списке и музыкальные спектакли, в которых студенты сами исполняют основные и, кстати, не самые простые арии. Сейчас у театра есть практически все для достойного существования – сценарии, костюмы, реквизит. Театр существует благодаря влюбленным в искусство людям. Среди них – директор Оксана Данилова. Ей самой не раз приходилось перевоплощаться на сцене. Это была моя последняя заключительная роль. Хотя я каждый год, когда еще была студенткой нашего техники, я всегда принимала участие, и тогда я играла всегда дочерей. Но после, когда я стала работать преподавателем, я на протяжении 10 лет, я также принимала во всех спектаклях участие. Но только уже в роли матерей. Ну и перед тем, да, значит, как закончить преподавательскую свою деятельность, Наталья Львовна мне доверила главную роль нашего спектакля «Ханума». Вот тогда мы его впервые ставили. И вот этот костюм как раз-таки был на мне. Вот это была моя заключительная и главная роль. Сейчас у Оксаны Вячеславовны уже другая, но тоже главная роль. С 2016 года она назначена руководителем Ненецкого аграрно-экономического техникума. Театр поддерживает всеми силами. Коллектив принимает участие в городских, окружных, международных смотрах и фестивалях. И каждый год радует новыми постановками. В их числе премьера юбилейного спектакля «Призрак замка Кентервель», который прошел тоже при полном аншлаге. Ну-ну, приятель, поверьте, вы думаете, что своими жалкими фокусами сможете помешать мне в имя прятных сгусток пара? И уж поверьте, я всегда добиваюсь того, чего захочу. И если бы я только поставил целью избавиться от вас, от вас бы не осталось даже легенды. Один из участников спектакля – бывший студент Максим Филиппов. По профессии спасатель. На сцене играл роль библиотекаря Чарльза Вольтера. Такой интересный персонаж. Специфический, так скажем. А в чем специфический? А в том, что он в первую же встречу со всеми другими артистами уже успел приобрести свою любовь. Публика, как всегда, восприняла все на ура. То есть опять зажгли зал. Театр мне вообще дает, я развиваюсь. Развиваюсь в плане и духовно, и не только. Возрастной диапазон театра впечатляет артистам-студентам от 16 до 24 лет, преподавателям от 27 до 60. С каждым годом растет и количество зрителей, среди которых не просто любители театра, но и заслуженные деятели культуры Ненецкого округа. Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...